Безвыходных ситуаций не бывает. Бывают ситуации, выхода из которых мы не оставляем сами. Минск чрезвычайный. Здравия желаю. В эфире Минск чрезвычайный. У микрофона Анастасия Гарба. Статистика в лицах и цифрах. Минск чрезвычайный. Оперативная информация за неделю. С начала года в Минске на пожары ИЧС спасатели совершили уже более 570 выездов. На пожарах погибли два человека. 12 жителей столицы, из которых один ребенок, пострадали. Более 530 человек были спасены и эвакуированы из опасных зон силами МЧС. О подробностях происшествий минувшей недели прямо сейчас. Минск чрезвычайный. Началась неделя без каких-либо серьезных по своим последствиям происшествий. А вот в среду около 6 часов вечера трое рыбаков едва не утонули на Чижовском водохранилище. Двоих спасли случайные прохожие. Еще одну жертву необдуманного поступка извлекали из воды работники МЧС. Итогом такой опасной рыбалки стала госпитализация двух мужчин с диагнозом переохлаждения. Третьего же медики после осмотра отпустили домой. Рыбаков не остановили многочисленные предупреждения о том, что сейчас выход на лед крайне опасен. Во время плюсовой температуры он теряет прочность, независимо от визуальной толщины. Даже 15 минут в ледяной воде могут стать смертельными для человека. Около часа дня в четверг спасателям пришлось тушить хозяйственную постройку, расположенную на территории домовладения по улице Корвата. Вероятнее всего, хозпостройка, а заодно и имущество, хранящееся в ней, сгорели по вине неизвестных в результате поджога. Минск чрезвычайный. Не удалось избежать жертв хрупкого льда на прошлой неделе в Минске. В пятницу в одном из каналов Слепянской водной системы утонул 59-летний мужчина. Это произошло около часа дня недалеко от дома номер 18 на улице Щетовка. Предположительно, мужчина провалился под лед, когда хотел сократить дорогу и, будучи в нетрезвом состоянии, отправился напрямки через водоем. О случившемся в МЧС сообщили очевидцы. Спасатели, приехавшие на место происшествия, достали горожанина из водоема. Но привести его в сознание спасателям и медикам так и не удалось. В субботу в Серебрянке горел продовольственный магазин. Пожар вспыхнул около пяти часов утра, а ЧП на объекте торговли по улице Якубова спасателям стало известно благодаря сработке сигнализации системы передачи извещения АЧС «Молния». В торговом зале магазина, возможно, в результате короткого замыкания загорелись кассовый аппарат и весы. Также огонь успел повредить стоящую рядом холодильную камеру и кондиционер. Минск чрезвычайный. Еще одно ЧП произошло в субботу около полудня в пятиэтажке на улице Кидышко. Хозяйка двушки с сыном и его приятелем едва не лишили жизни по вине зеленого змея. Употребляя спиртное и намереваясь, очевидно, проверить крепость данного напитка, они не придумали ничего оригинальнее, как намочить в самогоне тряпку и поджечь ее. Все попытки потушить загоревшуюся ветошь оказались тщетны. В результате загорелось и имущество в кухне, и на коридоре. Первыми о пожаре службы 101 сообщили соседи. Оперативно прибывшие работники МЧС спасли хозяйку горящих апартаментов. С ожогами правой кисти и отравлением продуктами горения ее госпитализировали. В результате самостоятельного тушения пожара пострадали и мужчины, но от госпитализации они отказались. Теперь горе-самогонщикам предстоит ремонт в собственной квартире и на лестничной площадке. Она оказалась сильно закопчена. Скорее всего, им придется приобрести и новую входную дверь для соседей. По-видимому, незатушенный сигаретный окурок, сброшенный с вышележащих этажей, стал причиной загорания имущества на балконе квартиры по улице Солнечная около 11 часов вечера в субботу. К счастью, в результате пожара никто не пострадал. А благодаря оперативно прибывшим спасателям огонь не успел проникнуть в квартиру. Для недопущения возникновения подобных пожаров МЧС настоятельно рекомендует гражданам не хранить на балконе горючие вещества и материалы. А также помните, что курение вредит не только вашему здоровью, но и серьезно угрожает безопасности окружающих. В воскресенье в 7 часов вечера на улице Каганца загорелся автомобиль. Водитель не сразу заметил это и продолжал двигаться. Остановившись после сигнала других автомобилистов, он открыл капот, чем и вызвал сильное возгорание. Ни усилия оказавшихся рядом водителей с огнетушителями, ни работы оперативно прибывших огнеборцев не смогли спасти Тойоту от полного выгорания. К счастью, водитель не пострадал. Рассматриваются две версии случившегося. Короткое замыкание, а также, возможно, неисправность топливной системы японского минивэна. Ну вот и все о происшествиях на сегодня. Берегите себя и своих близких. А я с вами прощаюсь до следующего вторника. Пока! Безвыходных ситуаций не бывает. Бывают ситуации, выхода из которых мы не оставляем сами. Минск чрезвычайный. Минск чрезвычайный.